Хочу поделиться с вами своим опытом приготовления самого быстрого, но в то же время очень вкусного иван-чая. Он настолько быстрый, что от момента сбора до самого простого чая пить пройдет всего несколько часов. Сегодня, прямо сейчас мы его сделаем и тут же, в этот же день, через несколько часов будем его уже пить. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Евгений. Я ранее работал в чайной фирме по производству лекарственных сборов. И уже много лет занимаюсь сбором лекарственных трав. И мне хочется, чтобы люди пили действительно очень вкусный иван-чай. Потому что, к сожалению, посмотрев много разных видео по приготовлению иван-чая, заметил, что некоторые допускают серьезные ошибки, из-за чего или иван-чай получается невкусный, или это трудно назвать вообще иван-чаем. Вообще, в приготовлении иван-чая есть таких пять главных принципов. Вот эти пять принципов, которые, важно, идут друг за другом, их очень легко запомнить, потому что их пять, да, как можно сказать, на руке пять пальцев. В начале мы заготавливаем, собираем иван-чай. Далее идет вялка. Третье – подготовка к ферментации, или назвать его можно скруткой листа. Четвертое – самоферментация. И последнее – это остановка ферментации, например, с помощью сушки. Вот эти пять принципов. Иногда, конечно, что-то можно упустить, но что-то вообще нельзя упускать. Ну, я сейчас рассмотрю, что именно, да. Первая – заготовка, сбор листа. Я специально подождал того момента, когда начнут появляться цветы. Только-только. То есть иван-чай – это одна из таких культур, которые можно собирать как в начале, и как все травы желательно собирать, лист до цветения. Ну, иван-чай, так же, как и лобазник, таволга, да, многие другие травы, много есть таких трав, которые можно собирать вместе с цветами. Да, во время цветения. Но, конечно же, до образования стручков, да, в которых вылазят потом семена. Когда собирать вообще иван-чай? В какое время? Вообще начинать его можно, когда он еще маленький, когда у него еще нет цветов. То есть тогда уже можно начинать. Тогда лист мягкий, тогда может вот этот процесс второй, да, вялка листа, может и не пригодиться. Если вы делаете для себя, если для вас не важна красивая скрутка листа, ну, в таком случае подойдет. Или если вы хотите собрать элитный, самые лучшие листочки. Да, вот эти сейчас покажу, поближе лучше показать. Не секрет, что самые лучшие листочки это верхние. И обычно, если их отрывать, да, получается такая, как бы, знаете, розочка напоминающая. Но, а если мы отрываем верхнюю часть, вот я сейчас уберу, вот эту, да, ферментируем ее, и потом мы ее добавляем, скажем, в кружечку, да, он так красиво распускается, и вот такая вот, как розочка будет в стакане, очень красиво смотреться. Но в таком случае надо оставлять обязательно эти листья для того, чтобы из верхушечки вылезли стебли, да, которые тоже дадут цветы. И потом, конечно же, семена. Но что может еще произойти, это мы, когда те люди, кто не разбирается, борь и ванчает до цветения, именно в то время, когда лучше всего собирать его, могут спутать его, например, с тем же асотом. Да, вот асот растет. Для тех, кто не разбирается, могут собрать асот. Но если к нему прикоснуться, он всегда колючий. Иван-чай же нет. Пока иван-чай молодой, пока нету цветочков, мы можем его собирать прям без вялки. Берем вот этим между большим и указательным пальцем за стебель, берем другой рукой и вот так проводим. Раз. Листья окажется здесь. Немного сминаем его. Потому что листья мягкие, тут даже вялки не потребуется. Сминаем. Пока он не становится мягкий. И в баночку. Но когда листья становится погрубее, тогда, конечно же, потребуется вялка. Но вот что можно сделать. Потребуется, например, покрывало или что-то подобное. Бросаем на землю покрывало, можно сказать, чтобы убить двух зайцев, сделать одновременно и сбор, и вялку. И тут же сразу, да, собираем и кидаем. Для того, чтобы пока мы собираем, наш иван-чай вялился. То есть пока мы соберем иван-чай, да, тот, который нужен на зиму нам, он за это время повялится, и мы сократим время, да, которое потребуется на приготовление иван-чая. Вообще вялка нужна для того, чтобы лист не ломался. Ну, например, вот если взять лист, который уже, можно сказать, более такой огрубевший, чем молоденькие листы, которые я сейчас срывал, то вот в этом месте он часто переломывается, если не вялит. Не вялит, вот видите, переломался. То есть если просто так закручивать, он будет просто ломаться. Вот смотрите. Вот раз. И тогда не получится красивой скрутки, если мы используем, например, скручивание с помощью роллера или с помощью доски для скручивания. Тогда вот такой вот красивой скрутки не будет. И именно для этого и нужна вялка листа. Ну и еще один из очень важных моментов про вялку листа. Смотрите, чтобы листы не подсыхали. То есть их надо время от времени переворачивать. Начинают подсыхать чуть-чуть с одной стороны. Чуть-чуть переворачиваем. И нужно следить, чтобы не подсох. Иначе вот этот лист, который подсохнет, он не будет ферментироваться. Он будет подсушенный и он не будет ферментированный. Обычно он раскрашивается, такой лист. Следующая после вялки идет подготовка к ферментации. Обычно, чтобы подготовить к ферментации, нужно сломать клеточную структуру листа. Это можно сделать по-разному. Можно сделать как скручивание, красивое закручивание листа с помощью роллера или доски, или специальной ручной скручки. Так и, например, можно просто поломать лист, помять его. Берем в руки, сминаем, так сминаем. Или если мы домой принесли, то можно на столе это сделать в большом количестве, взять и помять. И таким образом мы сломаем структуру листа. То есть, главное сломать структуру для того, чтобы была ферментация. Если некоторые, говорят, кидают в пакеты. Берут пакеты, да? Кстати, пакет очень удобно собирать на самом деле. Я обычно так и пользуюсь. Вешаю одну ручку пакета и далее раз, 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 сразу сюда кидаю. То есть, это очень удобно. Но вот нельзя, знаете, что делать? Нельзя долго хранить. Было так, как-то я пошел на долго, на много времени, собирал иван-чай в лес пошел. И только вечером пришел. Утром ушел, вечером пришел. И было очень жарко. Листья некоторые, вот такие вот, они не вялились, как здесь сейчас. Они были плотно в пакете. И там стала вот эта трава, вот этот иван-чай преть. И иван-чай вот этот, он был запахом прелости. Поэтому пришлось просто выкинуть вот эту часть, где спрело. Сейчас лик, к сожалению, он еще не хватило времени, для того, чтобы он завялился. Но когда лист вялый, он легко закручивается. Можно брать несколько листьев, можно по одному даже, но это долго. Один из способов скручивания такие трубочки. Берем листья, складываем пополам и закручиваем в одну сторону. Нажимаем и закручиваем. А минус этого способа в том, что сильно устают руки, как писали многие люди в других моих видео в комментариях. Но плюсы в том, что благодаря такому способу получается, что лист очень плотно скручивается. Поэтому благодаря такой ферментации происходит очень такой насыщенный вкус у иван-чая. Он получается очень вкусным. Чем плотнее мы утрамбовали в банку, тем более такой терпкий, насыщенный вкус будет у иван-чая. Кислорода получается меньше, ферментация происходит лучше и так далее. А делаем это до тех пор, пока листья не станут мягкими. Опять же цель поломать клеточную структуру, чтобы лист стал мягким. И тогда мы можем, желательно все листья. И тогда мы кидаем в емкость, например, я это делаю в банку. И так плотно-плотно-плотно утрамбовываем. Но смотрите, есть такая опасность, которую, к сожалению, некоторые допустили, не зная вообще самому этого процесса, думаю, для облегчения всего процесса. На самом деле, они ухудшили иван-чай, ухудшили качество. Как я уже говорил, как, например, когда мы собираем в пакет, важно, чтобы он не спрел, то же самое некоторые делают, сюда кидают. То есть, в банку просто берут и вот такие листья, срывая листья и в банку, думая, что таким образом они подготавливают ферментацию. На самом деле, нет. Тогда в баночке происходят эти листья, друг к другу соприкасаются, и они начинают преть. Это не ферментация, это преет лист. Это очень плохо. Потом все это придется просто выкинуть на самом деле. Ферментация будет только при условии, если сломана клеточная структура листа. Только тогда. Как я показал, это можно сделать даже просто помять лист. Можно помять, можно взять доску для скручивания. Она скручивается, так же лист сломается. Вот. Только тогда будет ферментация. А если вот так накидать листья, вот такие сюда, ничего не мять, то тогда вы просто испортите и просто испортите иван-чай. Это очень важный момент. Также заморозка это тоже не подготовка к ферментации. И вообще это не ферментация. Это заморозка, это совсем другой процесс. Она замораживает листья, при ферментации нужна плюсовая температура. Нельзя замораживать листья. Это совсем другое. То есть нужно сломать именно листья, помять их. Вот тогда мы можем ферментировать. И тогда получится вкусный чай. Про гранулированный я не хочу говорить. По качеству он хуже. Я делал тоже гранулированный. Но можно сделать тоже вкусный гранулированный гранулированный. Если следовать этим советам. А то же самое принцип такой же просто гранулированный. Мне больше просто листовой нравится. Поэтому я чаще всего про него говорю, про него рассказываю. Потому что по качеству он все-таки лучше, если сделан правильно. так. Далее. После того, как мы подготовили к ферментации, следующая идет у нас ферментация. Ферментация может быть по времени разная. Все зависит от температуры. Если температура больше, ферментация меньше по времени. И, опять же, какую вы хотите сделать ферментацию. Сейчас, которую я делаю, для нее вообще надо всего лишь пару часов. В основном, если температура где-то от 20 до 30 градусов. То есть совсем немного. Обычно я определяю, начинает вкусный такой цветочный аромат. Все готово. Именно для моего рецепта, вот этого быстрого. Если я делаю другой рецепт, например, мне тоже нравится, знаете, по времени где-то примерно температура 25 градусов в среднем. А время где-то занимает в среднем 10 часов. Тоже очень вкусный, приятный аромат получается. И в этом я бы вам, знаете, что посоветовал? Сделать вот как. Так, попробуйте разные варианты, если вы только начинаете этим заниматься. И проверьте, какой вам больше всего вкус нравится. То есть в своей температуре, которая у вас в комнате, где вы делать будете. Попробуйте вариант короткий, там несколько часов, пару часов. Вариант, скажем, 10 часов на ночь, например. Или вариант на сутки. То есть какой вам по вкусу понравится, такой и делайте. Потому что вкус у всех разный. Кому-то понравится один больше вариант, другому другой. Про ферментацию хотел еще сказать вот что. Если мы листья оставляем на кислороде, не закрывая крышкой, а с открытой крышкой, или может быть тканью накрываем, то в таком случае происходит не ферментация, ну то есть будет и ферментация, но еще будет и окисление. То есть если вот так вот в баночке оставить с открытым, то происходит частичная ферментация, частичное окисление. Чем больше по времени будет без крышки находиться банка, тем более кислым будет чай. И может получиться так, что у вас вообще будет кислятина одна, а никакой не ферментированный чай. Это можно делать только в том случае, с открытой крышкой на короткое время. Только тем, кто хочет добиться своего вкуса иван-чая с небольшой кислинкой, с маленькой совсем чуть-чуть. Для тех, кто этим только начинает заниматься, я посоветую просто закрывать крышкой и все. А уже когда вы какое-то время поделали, попробовали, какой настоящий вкусный иван-чай, потом уже можете проводить такие эксперименты. Может быть на короткое время попробовать открыть частично, чтобы окисление было, чтобы добиться такой вот небольшой кислинкой, слабенькой такой небольшой. И тогда будет очень приятно. Если же сильная кислинка, все испортится и просто придется выкинуть, не понравится тогда. Но я говорю это для тех, кто уже хорошо занимается, давно уже. Попробуйте. Хотел также сказать об одной очень серьезной ошибке, которую делают люди при сборе иван-чая. Собирая иван-чай, люди приходят домой и потом бросают в ванну с водой. То есть или в тазик с водой, то есть заливают водой потом. Думаю тем самым, что они сейчас его помоют и после этого высушивают, или там вялят, я не знаю. И после чего начинают скручивать и ферментировать. Но на самом деле происходит не ферментация, а окисление. Потому что лист нельзя мыть. Вы поймите, что когда вы собираете на поле лист, возле леса, то растения каждый день чистые. Потому что из-за перепадов температуры ночные и дневные всегда выпадает роса. Оно всегда чистенькое, оно умывается росой. Но исключение, конечно, составляют это возле дорог, железных, автодорог, возле заводов каких-то в городе. Потому что там настолько много пыли, вот этой грязи, что просто растение не способно себя обслужить, так можно сказать. То есть помыть. То есть росы недостаточно тогда. А в большинстве мест, там тот же лес, поле, этого вполне достаточно. Поэтому собирая этот лист, он чистенький. Если вы не возле дорог, железных дорог и в заводах собирали. И нельзя никогда собирать иван-чай в дождливую погоду. Потому что то же самое будет. Вы придете, мокрый иван-чай, принесете, он спреет по дороге. А потом еще может быть и получится так, что вы его скрутите. И то же самое он будет кислый, чрезмерно кислый. И за этого испортите вкус. Вот вроде бы делали все правильно, кажется, да. А вот этот такой, один такой нюанс небольшой, все может испортить. Поэтому собирать иван-чай нужно только в солнечную погоду. То есть тогда, когда не было дождей. Или после дождя, когда трава высохла. Вот именно тогда и надо идти за иван-чаем. Но пока я тут с вами разговаривал, говорил об этих моментах. За это время я закидал в баночку. Смял лист, кидал в баночку. И теперь остается только поставить его на ферментацию. Я заметил, что для данного рецепта, если при 20 градусах, то где-то 5 часов надо. Если делать около 30 градусов, ну, примерно 2 раза меньше. Порой даже 2-х часов достаточно. Обычно я проверяю так. Он начинает такой сильный издавать аромат. Открываешь и прям сильно-сильно пахнет. Сейчас вот только-только начинается. А если он постоит пару часов при 30 градусах, то после этого он такой у него сильный-сильный, приятный цветочный аромат. После этого можно остановить ферментацию. Добиваемся того вкуса, который нам нужен, аромата. И остановим ферментацию. Остановить ферментацию можно двумя способами. С помощью сушки и с помощью зажаривания. Но мне больше всего нравится зажаривание. Потому что тогда происходит каралимизация часто при определенных температурах. И он еще становится более такой насыщенный, более вкусный. Но при зажаривании важно не спалить его. Иначе можно просто все испортить. Будет горелый чай, вроде бы заливаешь его. Он такой черный, темный, насыщенный, красивый цвет. А пробуешь на вкус, ну, не то. То есть мы можем просто испортить чай. Все сделали правильно, а вот сильно при высокой температуре зажарили. И все сгорело. Вообще, иван-чай, он даже если вы сутки продержали, ферментировали сутки, он все равно будет такого светло-коричневого цвета. Может быть такого средне-коричневого цвета. Но ни в коем случае не черного. Прям такого сильно черного цвета. А вот этот рецепт, который я сейчас, он будет вообще зеленого цвета. Похоже чем-то на обычный зеленый чай. То есть по цвету. Будет такой. Но вкус, конечно, другой. Тоже очень замечательный, приятный вкус будет. Ну а теперь примерно через пару часов, после того, как данный иван-чай заферментируется, я его зажарю. И покажу вам, что получилось. После того, как я зажарил чай в духовке, остановил процесс ферментации, обратите внимание на его цвет. Местами зеленый, где-то темно-зеленый, а местами светло-коричневый. От этого и вкус будет. То есть вкус получится необычный. И это все за один день. Сегодня вечером, ранним вечером, я заготовил его. И сейчас на ночь могу попить вот такой вот вкусный иван-чай. Обычный рецепт темного, черного иван-чая делается за два дня. Первый день заготовка, подготовка ферментации, начало ферментации. А второй день остановка ферментации, зажаривание. И можно уже пить за два дня. Средний рецепт. Но здесь быстрый, можно делать за полдня. За полдня даже. Утром сделал, днем можно пить. Или днем сделал, вечером можно пить. Теперь давайте заварим иван-чай. Посмотрим на его цвет. Здесь иван-чай. Здесь для сравнения обычный зеленый чай. Оставлю на короткое время, чтобы он заварился. После того, как иван-чай заварился, я убрал листья. Обратите внимание на цвет. Это зеленый, а это иван-чай. Сильно похожи по цвету. Также они очень сильно похожи по вкусу. Вот этот рецепт иван-чая больше похож на зеленый чай, чем на черный. А вот рецепт иван-чая, который делается с большей ферментацией, там как раз более на черный похож по вкусу. Тот более такой терпкий. И тот лучше пить с сахаром. А этот же, лично мне нравится больше без сахара. И вот у него какая-то есть зависимость. Хочется его все пить, пить и пить. Причем даже холодный. Я его часто пью вечером. Потому что из-за зеленого чая, в котором есть кофеин, он плохо спишь, плохо засыпаешь. Иван-чай, он наоборот, в нем нет кофеина. Его можно пить также вечером, на ночь и крепко спать. Но вам я желаю сделать хороший и вкусный иван-чай. Рекомендую посмотреть также и другие видео на моем канале. Например, борщ из борщевика, салат из мокрицы или уха из лопуха. Ну и много других видео. Много тем про иван-чай есть и так далее. Поэтому спасибо вам за подписку, за то, что смотрите видео, за то, что делитесь с друзьями моими видео. Вам я желаю всего самого хорошего. До скорой встречи.